Всем привет! С вами Катя Конова. И сегодня необычный формат. Про личные бренды я могу говорить и говорить, но иногда нужно и отдыхать. Поэтому для тех людей, которые любят не только активно потрудиться, но и убойно отдохнуть, я предлагаю вам топ-10 сериалов, которые вам помогут понять себя глубже, понять профессию глубже. Самое главное, мы кое-что узнаем про личный бренд. Я очень люблю сериалы и, если честно, выбрать 10 было, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко. Сложно, потому что, действительно, говорить о каких-нибудь сексе в большом городе или игре престолов довольно банально, они классные, они, наверное, уже являются классикой, но хочется что-то такое необычное, о чем, возможно, вы не слышали, то, что может быть вам действительно полезным. А легко, потому что, благодаря технологиям, благодаря правильному сторителлингу, правильному сценарному, режиссерскому, актерству, мастерству, сейчас очень много, действительно, классных, крутых сериалов. И давайте просто поговорим про каждый. И, если вы смотрели, пишите в комментариях, согласны вы или нет. Если не смотрели, после того, как посмотрите, тоже маякните, что вам понравилось, что вам нет. Итак, на десятом месте сериал «Психологини». Это русский сериал на тему, как прекрасно женщины могут себя погружать в пучину различных страданий и мучений, даже если они очень умные. Я не буду пересказывать вам везде сюжеты, потому что, мне кажется, спойлерить не совсем корректно, но если вдруг вы связаны как-то с инфобизнесом или вы очень много занимаетесь саморазвитием и понимаете, что на каком-то моменте у вас уже по горло вот эти тренинги, книжки и так далее, можно посмотреть этот сериал. Он очень легкий, простой, он показывает обратную сторону того инфобизнеса успеха, который многие сейчас транслируют. Поэтому просто выдохнуть, посмеяться над собой, над другими, понять, что к жизни нужно относиться намного проще, очень хорошо вместе с героинями сериала «Психологини». А на девятом месте, вообще необычный выбор, это сериал «Екатерина. Взлет». Про Екатерину вторую. И вот вы сейчас скажете, Катя, ну вот надоели мне вот эти вот исторические сериалы, кто их смотрит, я вам скажу, а вот очень зря. Действительно, этот сериал хорошо сейчас ложится на, опять же, русский сериал, ложится на текущую ситуацию в мире, когда активно феминистки за равноправие, но ведь нужно понимать, что внутри каждой женщины есть такая маленькая девочка, которая не знает, как исправляться со сложностями, как принимать какие-то большие решения. И мне кажется, если ты смотришь на меня сейчас и понимаешь, что действительно внутри есть определенные такие бои между детской своей частью, родителем и взрослым, то обязательно посмотри сериал «Екатерина», потому что есть там два сезона, и вот за эти два сезона показывается антология роста личности, да, потому что когда только-только начиналось правление, даже не так, до правления Екатерины, она же была всего лишь, ну как всего лишь, женой будущего императора, и как она немка, переехавшая в Россию, как она работала над собой, как она принимала решения, может быть, непопулярные, как она стала той великой царицей, императрицей, о которой мы все знаем. Да, и сразу говорю, у меня могут быть ошибки, у меня могут быть ошибки по фактам, у меня могут быть ошибки в речи, и я прекрасно понимаю, что скажут «Кадина, ты же эксперт по личному брендингу, ты полезла на YouTube». Но если вдруг это вас сильно коребит, не смотрите. Я, к сожалению, пытаюсь быть максимально искренней и не записывать видео по суфлеру, и очень хочется, чтобы у нас был такой формат общения. Я очень стараюсь работать над собой, но иногда это проскальзывает, и если вдруг вы обнаружите, что у меня какие-то действительно большие ошибки, вы пишите тоже в комментариях, я буду очень благодарна и буду исправляться. Но у нас сейчас... Восьмое место. И восьмое место — это просто невероятный сериал для предпринимателей, он называется «Мистер Селфлидж». Опять же, начало 20 века, Англия. И это кажется, что исторический сериал, и он отчасти им и является, потому что там история одного предпринимателя, который решил открыть первый универмаг. Потому что сейчас мы с вами, например, заходим в какую-нибудь сумму, и нам все понятно. А тогда магазин, где можно ходить, где есть какие-то отделы, когда не нужно спрашивать цен, когда есть уже ценник, это было что-то такое невероятное, красивые витрины. И, если честно, я думала, что эта история придуманная, потому что уж слишком вот эти вот волны скачут, прям так интересно, увлекательно. И самое главное, очень похоже на текущую ситуацию. Я вот сколько погружаюсь в тему продвижения, в тему изучения биографии известных предпринимателей, тем больше осознаю, действительно, у всех похожие проблемы. Поэтому можно смотреть сериал «Мистер Селфридж» с позиции даже такого мини-тренинга. Ты отдыхаешь, и параллельно смотришь, что у него хорошо выходило, что плохо и по какой причине. Так вот, оказалось, что это действительно реальный предприниматель. И поэтому последние серии настолько кажутся смазанными, потому что это правда его реальная жизнь. И я всем рекомендую, тем людям, которые решили погрузиться в мир бизнеса, в обязательном порядке посмотреть этот сериал. А я же вам скажу, что же на седьмом месте. А это просто для всех тех, кто любит реалити-шоу. Да, я знаю, никто ничего не смотрит, никакие реалити, все читают книги и все такие молодцы. Но если вдруг вы когда-либо смотрели шоу «Холостяк» и вам понравилось, в обязательном порядке, прямо сейчас смотрите сериал «Нереальное». Ну, иногда его «Нереальное шоу» называют. На кинопоиске он написан как «Нереальный холостяк», но вообще-то Unreal. Это подноготное того, как снимают шоу «Холостяк». Честно вам скажу, после просмотра этого сериала у меня был такой шок о том, как люди могут использовать техники манипуляции для того, чтобы заставить людей делать то, что им нужно, но делать это мягко. Не прямым текстом, да, иди, скажи и сделай. А как в голове проносятся правильные паттерны, как это все внедряется. Если честно, я после этого решила, никогда, вот никогда. Даже если будут предлагать суперлояльные условия, не пойду на такие проекты. Я имею ввиду, где профессиональная съемочная команда, где есть какой-то битвенный формат, потому что, действительно, это просто невероятная, огромная манипуляционная битва. И если вдруг вы хотите или попасть в реалити-шоу, или вопросы нравится смотреть за реалити-шоу, или если вдруг вы фанаты Алексея Воробьева, такого певца, он там тоже будет, обязательно возьмите и посмотрите этот сериал. А мы с вами перейдем к шестому месту. На шестом месте сериал «Империя». Это для тех, кто любит хип-хоп. У меня даже в телеграме стоит подпись «Большая черная женщина в теле маленькой белой девушки». Я не знаю, почему, но мне очень безумно нравится эта культура. Мне нравится хип-хоп, и если вдруг вы не знаете, я была первой и единственной, поэтому лучшей девушкой-рэпером на Камчатке. Поэтому сериал «Империя», наверное, это мюзикл. Вот знаете, хип-хоп мюзикл. Сразу вспоминаются русские форматы. Хочется сделать вот так вот, но не надо, потому что сериал «Империя» — это невероятная работа музыкальных продюсеров. Один из которых это «Тимбленд». «Тимбленд». Как в этом правильно? В общем, там музыка такая, от которой просто мурашки. В сюжет, скажем так, да, там есть и плюсы, и минусы. Про шоу-бизнес тоже много чего можете узнать, но самое зерно — это, конечно же, музыка. Есть еще один сериал по мотивам. Они даже как-то переплетены, знаете, когда герой из одного сериала переходит в другой. Есть еще сериал «Стар». Он, скажем так, послабее. Там про девичью группу. Если здесь про рэп, про хип-хоп, про такую более темную сторону, то «Стар» про девушек, которые решили стать певицами. Там снимается и Наоми Кэмпбелл, и Лени Кравиц. В общем, много чего там и кого интересного. Но сюжет, скажем так, помягче и не так сильно запоминается. Поэтому смотрите, если вдруг вы любите музыку. А на пятом месте у нас бразильский сериал. Нет, это и не клоны, не все то, что мы смотрели в 90-е. Это сериал «Тайны и истины». Если честно, у меня были сомнения по поводу, включать его в эту подборку или нет. Потому что, с одной стороны, он просто невероятно затягивает, просто. Я смотрела и не могла оторваться. Я убирала от дома и смотрела. Я готовила и смотрела. Я что только ни делала, он просто тебя погружает в эту бразильскую страстную историю модельного бизнеса, внутренних каких-то проблем богатых. Обычно эти богатые тоже плачут. Но, с другой стороны, я поняла, что там 60 серий. Я действительно очень много часов жизни своей отдала этому сериалу. И последняя серия настолько сильная, настолько тяжелая, что осадок у меня, наверное, еще 3 дня был. И поэтому, если вдруг вы не хотите, чтобы были какие-то жесткие трансформации у вас внутри, не включайте этот сериал. Он действительно может вас привести в состояние не такого счастья, радости и воодушевления. Но, если вдруг вы заскучились по бразильским страстям, если вам хочется такой активной истории, связанной с миром красоты, моды, немного там есть про эскорт, то можете посмотреть, оно вам однозначно зайдет. Ну, а теперь мы переходим к нашей, получается, четверке. Но почему я сейчас именно делаю такой акцент? Потому что следующие 3 сериала, они связаны с сценаристом, да, Шонда и Раймс. Шонда Раймс – это мой кумир. Это женщина, которая создала свою компанию Шонда Лэнд, которая производит сериалы. И эти сериалы, они не только интересные, когда ты смотришь такой, классно, что будет в следующей серии, а что будет в следующей серии. Они несут огромный социальный такой контекст, они постоянно вовлекают какие-то проблемы. И когда я говорю про сериалы Шонда Раймс, они всегда тебя заставляют погрузиться в мир этих героев, и они становятся для тебя такими уже почти родными. И иногда мой молодой человек говорит, Катя, ну почему ты смотрел эти сериалы? Я говорю, они мне как семья уже практически. Он говорит, Катя, может тебе все-таки куда-нибудь сходить, провериться? Я даже не хочу это менять, потому что действительно, если мы пойдем немножко глубже в психотерапию и поймем, что у нас есть очень много ролей, то некоторые катарсисы внутренние, они происходят не только от событий, которые у вас происходят, но и в том числе, когда вы погружаетесь в какую-то книгу, в какой-то фильм. Ну, в данном контексте, три сериала, которые я сейчас вам назову, они как раз тоже могут это сделать, но в разных контекстах. На четвертом месте сериал, как избежать наказания за убийство. И, в общем-то, понятно, про что сериал, про то, как группа студентов юридического факультета попадает в ситуацию, в которую им нужно, в общем-то, себя снять, эти все обвинения. Но главное здесь, это атмосфера. Сериал темный, сериал очень запутанный, и действительно, когда вы в него погружаетесь, вы не можете оторваться, потому что непонятно, что происходит. Там очень интересный формат съемки. Но персонажи так ярко показаны, так показаны их темные стороны, что ты начинаешь, с одной стороны, им сопереживать, с другой стороны, обвинять. Ты начинаешь в эту трясину погружаться, и все, в общем-то, назад дороги нет. Поэтому я могу сказать, что этот сериал действительно очень сильный, и он заставляет увидеть, как то, что внутри, вот эти вот тайны, эти моменты, которые мы пытаемся никому не сказать, как они могут сильно влиять на то, что происходит вокруг. На третьем месте у нас сериал «Анатомия страсти». Самый главный плюс и минус, опять же, по-моему, сейчас идет 16 сезон, если я не ошибаюсь. Я его смотрела в первые сезоны, потом я, наверное, сезонов 5 пропустила, и случайно посмотрела серию, в которой была антология одной истории героев, которых я вообще уже не видела, не знала, за 5 сезонов много что поменялось. И знаете, меня так засосало, что я вот, наверное, с 10 или 11 сезона начала смотреть дальше. Этот сериал «Самая большая социальная ответственность». Понятно, что это практически типичный сериал про медицину, про больницу, про какие-то взаимоотношения внутри, но там так много информации, которая может быть применена в текущей жизни, когда показываются проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые попадают в клинику, которые не думали, что у них будет проблемы со здоровьем, и там даже некоторые симптомы показываются так, что ты начинаешь задумываться, если вдруг у меня это будет происходить, что я буду делать, потому что обычно мы на здоровье вот так вот, да, ай, ладно, ай, ладно. В этом сериале показывается, к чему это может приводить. И очень важно, что, мне кажется, самый добрый сериал, потому что если в «Как избежать наказания за убийство» мы видим темные стороны личности, то здесь мы скорее наоборот, вытягиваем эту светлую сторону, как люди развиваются, и понятно, что за огромное количество сезонов мы видим, как люди развиваются, и как они преодолевают свои внутренние конфликты, как они становятся новыми людьми. И там действительно очень много персонажей вышло из сериала, но они уходят как раз вот после момента этого катарсиса внутреннего, когда они излечили себя, когда у них произошел какой-то внутренний перелом. И мне кажется, что очень хорошо смотреть такие сериалы не просто, знаете, «О, это произошло здесь, это произошло там», а смотря на мотивы, понимая, что все люди разные, понимая, что, возможно, мы не всегда друг друга так сильно чувствуем, как нам кажется. Поэтому этот сериал, он действительно почетно занимает третье место. На втором месте у нас сериал «Скандал». Почему я, конечно же, не могла его не поставить на второе, потому что главной героиней является Оливия Поппа, и хоть это придуманный персонаж, она является для меня ориентиром в моей профессиональной карьере, она пресс-секретарь Белого дома, и она умеет очень активно работать в антикризисных ситуациях. Понятно, что, опять же, сериал уже закончился, сезонов там, по-моему, шесть, но первые сезоны, они наполнены именно кейсами. Если вы собираетесь погружаться в мир личного брендинга, или вы пиарщик, в обязательном порядке посмотрите этот сериал, потому что я сидела и прям записывала. Я думала, а как бы я сработала в этой ситуации, а что бы я подключила, какие ресурсы? И вот Оливия Поппа, это тот человек, с которого действительно хочется брать пример. И, наконец, у нас первое место. Сразу скажу, я всегда ценю вероисповедание всех, чувства верующих, уважаю. Это дисклеймер такой огромный, да, на весь экран. Но на первом месте у меня сериал «Люцифер». Сериал «Люцифер» однозначно понятно по названию Акома, но непонятно, почему же он на первом месте. Кроме великолепной сценарной работы, кроме великолепной актерской игры и режиссуры, здесь очень великолепный контекст. Здесь показывается работа с внутренними стереотипами, работа над собой, работа в межличностных отношениях. И самое интересное, это, конечно же, высмеивание тех принципов, которые могут быть закостенелы в наших умах. Потому что, когда мы живем, мы с вами порой идем про проторенные дорожки, и нам кажется, что это нормально. Когда появляется кто-то, какой-то чужак, обычно вот во всех фильмах, книгах, сериалах, всегда есть какой-то новенький, который погружается в тему и начинает показывать на несовершенство системы. В данном контексте это Люцифер, и мы видим, как он иногда очень смешной. А почему он смешной? Потому что он не понимает, почему эти правила работают, а эти нет. И когда ты смотришь этот сериал, ты начинаешь сам задумываться, а почему это так, а не по-другому. И сразу скажу, там библейского какого-то контекста довольно много, но он в понятной доступной форме, в современной. Мне кажется, это очень интересный сериал, если его воспринимать не как антологию Библии, как это все было, а как просто фантазию на тему, которая сейчас может развиться в рамках этих персонажей. Сейчас этот сериал выкупил Netflix, и я очень жду четвертый сезон, просто невероятно. Поэтому очень надеюсь, что мы с вами поделимся впечатлениями, что там интересненького, новенького будет происходить. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, если вдруг вам не понравилось, ставьте палец вниз, я к обратной связи открыта. Пишите в комментарии, как вам эти сериалы, как вам это видео, о чем еще снять. У меня есть еще подборки и книг, и фильмов. Или вы, может, скажете, нет, Катя, снимай только про личный брендинг, не нужны нам твои такие вот странные развлечения. Лучше бы пошла погуляла, как говорит моя мама. Ну, в общем-то, пишите все, что думаете. А мы увидимся с вами совсем скоро, потому что мне есть чем с вами поделиться. Ну, конечно, после того, как я изучу ваши комментарии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok